Привет друзья, ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Но мы одержали победу над армией Саргизяна и Кочаряна. Как сообщает Трент, об этом в частности сказал президент Азербайджана Али во выходе встречи с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти, сопредседателем от США Эндрю Шофером, чрезвычайным уполномоченным послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым и личным представителем действующего представительства ОБСЕ Анджием Каспшиком. Обстрел Генджи баллистической ракетой, обстрел Борды и Тертера кассетными и фосфорными бомбами, незаконное заселение оккупированных территорий – все это военные преступления, и они гордились этим. Саргизяны Кочарян – военные преступники. Как я сказал в своем выступлении перед разрушенной Агдамской мечетью, мы нанесли поражение Саргизяну и Кочаряну. Они пытаются свалить ответственность на Пашиняна, но я сказал, что Пашинян никто. Это случайный человек, пришедший к власти на волне протеста против режима Саргизяна и Кочаряна. У этого человека нет никаких знаний и опыта. Он не имеет представления о международных отношениях и управлении страной. Это человек, который в своей жизни не руководил даже небольшим колхозом. То есть нельзя обвинять только его. Правда, он подстрекал нас, совершил неприемлемые действия, за что и был наказан. Но мы одержали победу над армией Саргизяна и Кочаряна. Именно они создавали эту армию на протяжении 30 лет. Таким образом, эти военные преступления в настоящее время документируются. Мы уже приступили к юридическим процедурам в связи с действиями, совершенными против наших городов. Мы пригласили наших международных партнеров, чтобы был проведен соответствующий анализ ущерба, нанесенного нашему гражданскому населению, инфраструктуре, религиозным и культурным памятникам. Все будет задокументировано, и мы предпримем необходимые шаги в соответствии с данными условиями. Незаконное заселение, военное преступление. Минская группа официально дважды организовывала миссии на оккупированной территории, в первом случае называясь миссией по изучению фактов, а во втором – миссией по оценке ситуации на месте. Анжи Каспшику. Хорошо известно об этом. Он был одним из ветеранов данного процесса. Тоже находился там, сказал президент Алиев. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи.